Сюжет можно зубы ломать, ой, да кого я учу. Смелость, она хороша в гомеопатических дозах. А новый верник, версия 2.0. Привет, как известно, ложка дорога к обеду, а сериал про Олимпиаду к Олимпиаде. А так как об Олимпиаде стало известно незадолго до самой Олимпиады, то снимать надо быстро. Сценарии, мысли, ща накидаем. Все не так однозначно. На этом выстраивают политические, общественные, телевизионные карьеры, что уж мы сериальчик один не вытащим. Профессионалы мы или где? Меня зовут Андрей Цветков, и как вы догадались, я посмотрел сериал товарища Стечкина. Стычкина. Игры. Итак, молодой повесло, старательно исполняемый Григорием Верником, как бы это сказать, повисает. Шляется туда-сюда, бездельничает, хулиганит и всячески домогается проблем. Избежать проблем ему помогает папа, у которого продуктовая база и у которого отоваривается знаменитая на всю страну певица Алла Гранина. Нужно сделать... Зорин старший, значит, пристраивает своего сынулю в Олимпийский комитет, чтобы он там мешал людям работать. Зорин мешает, но его не прогоняют, потому что продукты они всем нужны, а одного мудака потерпеть можно. Однако Зорин проникается мыслью об Олимпиаде и начинает творить добро в промышленных масштабах. Я же теперь в оргкомитете по подготовке к Олимпиаде работаю. А мне студентов привязали! Практикантов! Ребята, это феноменаль. Лучше сериала не видало человечество. Ну, разве что Светлана Сергеевна про гардемаринов бы запулила серии на 30. Сюжет. Сюжет можно зубы ломать, драматургия великосветская, камень гранитный, покрытый золотом, естественно. Мысли, актерская игра. По мысли авторов, которые они забыли сформулировать, все не так однозначно. Да, мы раздолбаем, но в целом люди неплохие. Да, у нас злобное тупое начальство, но очень мягкий и добродушный самый главный начальник. Какой вообще дурак. Не подумайте, чего плохого, речь обрежнет. Пусть деньги вернут. Почему этот добрый старик, этот рубаха парень, работает в окружении кровопийц? Не все так однозначно, из всей правды мы не узнаем. Дальше этой мысли авторы не идут. И правильно, смелость, она хороша в гомеопатических дозах. Особенно если ты художник. Вождя изобрази красиво, бояр как хочешь, можно похуже. А Пугачеву переименуй от греха подальше, потому что, ну Пугачеву, ну что ей сделаешь, с нее не убудет. А Стычкину могут Стечкин к голове приставить. А такое кто любит? Никто. Вот тут и оно. Мне наоборот очень жалко Борису. Далее актеры. Выдающиеся. Главный актерский прием это роговые очки на носу. Очки есть, значит человек хороший и принципиальный. Очков нет, сволочь. По этому принципу и работали. Например, Игорь Костолевский играет Михаила Светлова. Михаил Светлов? А Алексей Серебряков играет Злобина Старшего. Ёрничать не станут, играют они хорошо. Это красиво. Но это все из-за блестящей режиссерской находки. Роговых очков. Но есть еще верник. Не тот старый. И не второй старый. А новый верник. Версия 2.0. Тебе денег не хватает? Или 3.0. Он играет Зорина. Человеку очень сложного, наполненного внутренним миром, похлеще тихого океана, наполненного, как известно, соленой водой. Надо отметить выдающийся талант Григория. У него в работе огромный актерский ассортимент. Во-первых, ухмылка. Во-вторых, серьезное лицо. В-третьих, сочетание серьезного лица и ухмылки. В-четвертых, сочетание ухмылки с серьезным лицом. Люди устали. И еще примерно 48 тысяч в сочетании этих двух ключевых компонентов актерского дара. Это фейерверк актерский. Новый Петров. Только не Петров. Сам Стычкин, уставший блистать лысиной на актерском поприще, решил кардинально сменить имидж. Теперь он играет кучерявого Стычкина, слегка приправленного иностранным акцентом. Хорош черт так. К сожалению, вышло только 4 серии. Но мы ждем, ждем продолжения. И оно обязательно к нам придет. Буду смотреть за вас и держать вас в курсе. Не забывайте, что поддерживать меня дело богоугодное. Не уверен, что так думает Господь наш всемогущий. Но так думаю и я. Поэтому подписывайтесь на Бусти и я съем на одну тарелку супа больше. А вы, к сожалению, не получите ничего, кроме моей благодарности. Кроме того, подписывайтесь на телеграм, теперь я эти ролики буду дублировать и туда, чтобы удобнее было смотреть. Ну и пишу там всякое иногда, а иногда мемчики кидаю. Ставьте лайки. Ой, да кого я учу. Пока.